Древние египетские божества Возможно, это всего лишь фантазии отдельно взятых народов. Но чем объяснить тот факт, что изображения подобных загадочных существ ученые до сих пор находят в самых дальних уголках планеты? Совместная экспедиция в Южную Африку английского антрополога Кристофера Чиппендейла и историка из Австралии Пола Таккана принесла настоящую сенсацию. Ученые обнаружили более 5000 рисунков полулюдей-полуживотных и созданы они были в каменном веке, 32 тысячи лет назад, задолго до рассвета египетской цивилизации. Еще более удивительно, что доисторические люди, жившие на разных континентах, рисовали одних и тех же существ. Например, кентавров, созданий с торсом человека и телом лошади. И это трудно объяснить обычным совпадением. В те далекие времена лошади в Австралии вообще не водились. Как же удалось тем людям нарисовать на наскальных рисунках тех животных, которые там не водились, это остается загадкой. Мифы Древней Греции гласят, что люди-кони когда-то спустились с гор и прибыли в Элладу. Но потом были изгнаны греками из-за чрезмерного пристрастия к алкоголю. О человекоподобных созданиях, как о реально существующих, писали прославленный путешественник Марко Поло, германский историк Адам Бременский и римский писатель Плиний. Конечно, трудно представить, каким образом верхняя часть человеческого тела могла бы прокормить, сколько травы надо было пощипать, вот эту животную, так сказать, вторую, заднюю половину. Явно что-либо, это был другой вид питания, то есть не щипание травы, явно. И, наконец, самое странное. Изучив древние рисунки, обнаруженные в Африке, исследователи пришли к выводу. Их авторы изображали то, что видели сами. То есть эти существа им позировали. Я думаю, что если прилетали сюда на Землю разные цивилизации, у них формы могли быть не совсем такие же, как у людей, и поэтому вот это вот некий синкретизм, соединение, так сказать, одного с другим, он мог просматриваться в этих изображениях. То есть это явное выведение какого-то робота, да, биологического, получеловек, полулошадь, силы коня и мозги, и умение стрелять человек. Также известен факт, что время от времени археологи натыкаются на странные захоронения, в которых кости животных перемешаны с людскими. В 1850 году французский ученый Агюст Мариетт обнаружил в Египте склеп, заполненный останками человекоподобных гибридов. Они были облиты смолой, засыпаны солью и сожжены. Такой ритуал египтяне использовали, чтобы похороненный не восстал из мертвых. Там были очень большие кости, то есть явно нечеловеческие. И это могли быть кости, как там, кентавров. То есть было понятно, что какие-то животные, или полулюди, получеловеки, были умершлены или, так сказать, после смерти, залиты вот в этот бетон и закрыты вот в этих больших саркофагах, чтобы, так сказать, никто туда не мог зайти и, так сказать, каким-то образом не воспользоваться продуктами этого труда. Древних цивилизаций явно. Бельгийский ученый Фридрих Мейснер во время раскопок в пустыне Гоби обнаружил человеческий череп с рогами. Анализ находки дал невероятные результаты. Эти образования не вживлялись в череп. Они действительно из него росли. Что касается структуры мозга, да, то, естественно, она изначально определяет внешнюю форму. Если люди вот типа этого самого Минотавра, да, имеют такую, как бы, так сказать, структуру, то у них вполне могли растать рога. Точно такие же аномальные останки находили в Израиле и Перу. Но что это такое? Рудименты? Случайный генетический сбой? Или подобные гибриды когда-то действительно населяли нашу планету, а потом выродились в результате эволюции? А может, эти мутанты на самом деле результат генетических опытов над людьми, которые проводили инопланетные цивилизации? На самом деле без генной инженерии никогда никакая там обезьяна не смогла бы перейти в человека. То есть мы все, в некотором смысле, продукты генной инженерии, которые были сделаны когда-то кем-то. существуют некие знания о том, что где-то примерно за 80-100 тысяч лет до Рождества Христова в Африке были созданы первые вот такие вот человеческие сущности, похожие на нас. И боги или там пришельцы, они создали людей для того, чтобы они могли с ними сотрудничать. Они могли вполне успешно проводить какие-то другие эксперименты. То есть не только там с людьми, но и с животными. Но почему эти существа исчезли с лица Земли? Может, генетические эксперименты неизвестных цивилизаций над людьми закончились? Или перешли на новый, незаметный для нас уровень? Что делают среди нас дети-марсиане? На что они способны? Это новая цивилизация, новое поколение людей. Чем уникальны их ДНК? Рождался больной ребенок, и через некоторое время он выздоравливал. И есть ли будущее у человечества? Возможно, это стоит какая-то инопланетная цивилизация, цель которой либо сокращение населения, либо, наоборот, даже уничтожение населения.